Долой лохотрон! Автомат игровым не бывает! Такие лозунги звучат на акции против деятельности нелегальных игорных заведений. Своё отношение к проблеме лудомании или игровой зависимости выражают студенты и просто неравнодушные люди с активной жизненной позицией. Все эти игровые автоматы очень усугубляют нашу жизнь. В большинстве взрослых людей, которые играют, это родители, кто-то оставляет свою зарплату, крадут кого-то из дома, забирают деньги. И многие семьи могут остаться без денег. Это очень пагубно влияет на нашу жизнь. К сожалению, с принятием закона о запрете игорного бизнеса проблема всё так же остаётся актуальной. Ведь теперь часть игорных заведений ушла в подполье. То есть фактически ничего не изменилось, считает активист Александр Никитанов. Стало больше вывезти к интернет-кафе, под которыми, собственно говоря, игорные заведения скрываются. Они придумывают новые и новые формы своей работы. Но тем не менее, игроманов не становится меньше. Они также ходят и также не только, извиняюсь, гробят свои жизни, но ещё и доставляют кучу неприятностей, кучу проблем своим родственникам. Организация «Стоп. Игра» существует уже год. Само движение появилось по инициативе людей, пострадавших от пристрастия к игре в автоматы. Её участники проводят регулярные рейды и помогают закрыть нелегальные игорные заведения. В Нижнем Новгороде всего состоялось 8 рейдов, последний прошёл вчера. По их результатам активистам удалось прекратить деятельность двух подпольных казино. Проблема в том, что закрытые сотрудниками полиции точки вновь открываются по другим адресам. За неделю такой клуб из 15-20 игровых автоматов приносит выручку от 300 до 500 тысяч рублей. Хозяева этих заведений не скупятся на безопасность. Вчера внутри находилось 4 охранника. И также снаружи дежурит машина наружного наблюдения около каждого клуба. Когда подъезжают полицейские, просто закрывают дверь, выключают свет и ждут, когда полиция уедет. Я прекрасно понимаю, что среди полицейских нет фанатов, которые готовы круглые сутки сидеть и ждать, когда же откроется это заведение. Поэтому на каждом рейте внутри игрового заведения находится один или несколько наших ребят, которые по сигналу готовы подойти и изнутри открыть двери. Цель акции – привлечь внимание нижегородцев к проблеме. К слову, активисты движения Стоп.Игра намерены отправить письмо в администрацию города и надзорные органы с просьбой оказать содействие в борьбе с нелегалами. Анна Балеева, Виктор Киселев. Объективно. ННТВ.